Добрый вечер, уважаемые зрители! Вы смотрите обзор карты боевых действий на воскресенье, 8 февраля. Начнем по традиции с Донецка и прилегающих к нему населенных пунктов. Ситуация здесь с каждым днем накаляется все больше и больше. Украинская сторона, обстреливая Донецк, Макеевку и Ясиноватую, применяет все доступные виды вооружений, вплоть до реактивных систем залпового огня «Смерч». И, кстати, в Донецке все районы без исключения ежедневно подвергаются арт-ударам. К западу от Донецка на территории населенного пункта Маренко возобновились боевые действия. Также в районе населенного пункта Карловка ополчение при помощи диверсионно-разведывательных групп провело разведку боя. По предварительным данным, операция прошла довольно успешно, а украинские военные понесли большие потери. Со стороны населенного пункта Опытное украинские силовики предприняли попытку прорыва через Донецкий аэропорт к поселку Октябрьский. В результате в районе Донецкого аэропорта завязались ожесточенные бои с применением техники и артиллерии с обеих сторон. Известно, что ополчению удалось отбить атаку, а более конкретной информации получить, к сожалению, не удалось. К северо-западу от Горловки линия фронта стабилизировалась. Ополчение здесь основательно перешло к обороне. Что касается Майорска, то он все-таки продолжает оставаться спорным. Ополченцы продолжают вести бои за контроль над ним. Дебальцевский котел. Здесь ополчение, несмотря на все трудности, продолжает сжимать кольцо. Операция по физическому взятию под контроль трассы М-03, ведущую от Светлодарска до Дебальцева, по которой украинские силовики до недавних пор перекидывали снабжение и резервы, подходит к своему концу. Вчера в результате боев ополченцам удалось освободить населенный пункт Нижнее Лозовое. И теперь осталось нанести последний удар по Лагвинова. И, наконец-таки, закрыть физически крышку этого котла. Боевые действия внутри котла ведутся по всей линии соприкосновения и не утихают ни на минуту. ВСУ продолжают предпринимать отчаянные попытки контр-атак, которые ничего, кроме потерь, для украинской стороны не приносят. Южная часть котла за прошедшие сутки изменений не принесла. В восточной части котла наиболее ожесточенные боевые действия развернулись в районе Чернухина и Редкодуба. В результате Редкодубом и Высотой вновь полностью овладело ополчение, а вчера ночью поступила информация, что ополченцам удалось полностью овладеть Чернухина. С востока ополчение довольно успешно продвигается к центру Дебальцево. Поступила информация, что бойцы Новороссии контролируют чуть ли не половину населенного пункта. В целом в дебальцевском котле ополчение продолжает показывать довольно высокие результаты. Поступила также информация о примерном соотношении сил. Со стороны армии Новороссии задействовано до 3,5 тысяч бойцов. Со стороны ВСУ до 9 тысяч. Плюс четверть все имеющейся техники и артиллерии у Украины. На западе Луганской Народной Республики украинская артиллерия продолжает ровнять землей. Многострадальный Первомайск. Бойцы Луганской Народной Республики продолжают вести бои в черте попасной. К сожалению, добиться успеха ополченцам пока не удается. Вдоль Бахмутовской трассы усилилась работа артиллерии обеих сторон. 175-я высота и Желобок находятся под полным контролем ополчения. Блокпост номер 29 и Новоташковская на данный момент являются нейтральными территориями. В целом же на Бахмутовском участке стороны конфликта перегруппировывают и накапливают войска для дальнейших взаимных ударов. В районе населенного пункта Счастья в целом ситуация сохраняется относительно спокойной. Временами проходят небольшие минометные дуэли между Веселой горой и Счастьем. В районе станицы Луганская ситуация менее спокойная. Здесь артиллерийские дуэли проходят при помощи самоходных артиллерийских установок, а в черте станицы ведутся встречные бои с применением бронетехники. Территория населенного пункта Докучаевск продолжает находиться под артиллерийскими ударами ВСУ. Украинская сторона вновь применяет тактику террора, обстреливая жилые сектора и социальные объекты реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган». Менее сильным ударом со стороны украинской артиллерии продолжают подвергаться территорий населенных пунктов Стыла и Старобешева. А в целом обстановка в Новороссии продолжает сохраняться довольно напряженной. Населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, находящиеся в зоне работы украинской артиллерии, продолжают ощущать на себе всю жестокость киевского режима.